Понимал, почему именно Судзуки Свифт используется на многих треках. И в частности, Нюрбурглинге в качестве начальной машины для желающих арендовать авто и промчать с ветерком. И, пожалуй, так бы и не узнал, если бы не случайность. Вместо новой Судзуки СХ4 нам на недельный тест дали малыша Свифта в полноприводном исполнении. И скажу вам, это была неделя удовольствия от вождения. Но обо всём, как всегда, по порядку. Долго разглагольствовать о внешности не буду. Скажу лишь, что на мой вкус Свифт самый сок. Такой азартный городской автомобильчик с намёком на драйверский потенциал. Разве что цвет в нашем случае оказался на любителя. Багажник является самым слабым местом автомобиля. Его урезали по самое не балуйся. В итоге полезный объём штатно составляет всего 211 литров. При этом нижний борт задрали так высоко, что для погрузки приходится поднимать вещь до уровня пояса. Правда, к чести инженеров нужно отметить, что докатку они таки умудрились разместить в подполье. Хотя, впервые увидев багажник, и не скажешь, что она там может быть. Если же разложить задний ряд, то объём возрастает до 874 литров. Что, впрочем, не сильно спасает ситуацию, ибо пол получается со ступенькой. Да и какие-то габаритные грузы вряд ли туда влезут. Задний ряд, ради которого и ужали багажник как могли, оказался так же не сильно дружелюбным. Сам за собой при росте 180 я, конечно, сесть смог, но запас в ногах и над головой остался минимальным. Вполне вероятно, что при наезде на кочку макушка пассажира моей комплекции заведёт мимолетную интрижку с потолком. Ну а более высокий просто упрётся головой в потолок. Также имеется проблема с выходом из салона. Бедром задеваешь выпирающую кромку силовой конструкции, проходящей над колёсной аркой. Ощущения не самые приятные. С другой стороны, пассажирам ростом поменьше сзади будет вполне комфортно. Диван достаточно удобный. Но опять же, никаких элементов комфорта для пассажиров не предусмотрено. Нет даже центрального подлокотника. А вот спереди картина иная. Диапазон регулировок сидения позволяет легко устроиться даже рослому водителю. А диапазон регулировок ролевой колонки хоть и невелик, но какого-либо неудовольствия сие не вызывало. Пожалуй, единственное, что может не понравиться, это центральный подлокотник. С одной стороны, расположен он, конечно, удачно, и для пассажира самое то. Да и внутри него скрыто пространство для хранения мелочёвки. Но для водителя он будет лишь помехой, мешающей работать с коробкой передач. А полноприводный свифт поставляется к нам только с механикой. Да и до ручника вы не доберётесь. В общем, я его практически сразу откинул и забыл о его существовании. В остальном интерьер можно описать тремя словами. Скромность, лаконичность и практичность. То есть всё дубовое, но сам дизайн и качество материалов не вызывают никакого отторжения. Здесь нет каких-то сложных мультимедиа-комплексов. Просто хорошая музыка. Просто климат-контроль. Минимум кнопок и лишь один подстаканник. Кто-то вполне резонно может заметить, что салон скучный, и, пожалуй, я готов согласиться с такой формулировкой. На фоне Chevrolet Aveo или стиляги Peugeot 208 салон действительно навевает тоску. А с другой – ничто не отвлекает от вождения, и в данном случае это важно. Так что перейдём непосредственно к ощущениям от вождения. Во-первых, у Swift отличная обзорность по зеркалам. Да и к ощущению габаритов претензий нет. Руль порадовал и в плане эргономики – хват удобный, да и кнопки расположены удачно – и в плане ощущений. Он в меру тяжёлый и при этом острый. Машина моментально реагирует на действия водителя. При этом за дорогу Swift цепляется как будто приклеен к ней. А полный привод тут хоть и не жёсткий, и задняя ось подключается лишь при проскальзывании передних колёс, но всё настроено настолько грамотно, что машина ведёт себя всегда на 100% прогнозируемо. При этом наша классическая колея для Swift не является проблемой. Вы, конечно, ощущаете, что едете в ней. Руль очень информативный, но при этом каких бы то ни было рысканий или иных неприятных поползновений замечено не было. Что же до динамики, то тут, конечно, есть небольшая печалька. В Россию поставляют машины с единственным 1,2-литровым атмосферником VVT, выдающим вполне солидные для своего объёма, но недостаточные для полноприводного автомобиля массой в тонну 94 лошадки. В итоге спринт до сотни занимает 13,4 секунды. Для трассы, конечно, динамика не фонтан. Да и шумноват движок на скоростях за 100 км в час. Но с другой стороны, именно в городском ритме Swift показал себя отлично. Во-первых, до 60-70 км в час динамика не уступает потоку ни в чём. При этом машина дарит море позитивных ощущений. Во-вторых, звук. Моторчик с чисто мотоциклетным характером. Его рабочий диапазон — это 3-6 тысяч оборотов. И при этом можно ездить всегда с тапкой в пол, будучи абсолютно точно уверенным, что запас возможностей шасси наглого выше потенциала движка. Ну и в-третьих, пятиступенчатая коробка передач. Пожалуй, это одна из лучших механических коробок, которую можно поставить в один ряд с современной ваговской шестиступкой или пятиступенчатым карабасом на Субарях. В общем, прямо скажу, это идеальный первый автомобиль. Он маленький, юркий, великолепно рулящийся, с адекватной для новичков динамикой и при этом умеющий доставлять море фана и расходовать минимум бензина. Кушает сифт действительно умеренно. У меня по городу вышло в районе 8,5 литров при условии пробок и того, что педаль газа я не жалел. Ни секунды. А вот шумоизоляции я бы добавил. Шум в районе колёсных арок и аэродинамические шумы имеют место быть. С безопасностью у свифта полный порядок. По методике Евронкап машина получила 5 звёзд или 94 из 100 возможных баллов. Единственным нареканием стала не лучшая защита рёбер при боковом ударе о стол. При этом стоит заметить, что все свифты, независимо от комплектации, оборудуются полным набором подушек безопасности, включая боковые подушки со шторками и отдельную для колен водителя, а также АБС и системой курсовой устойчивости. Ну а вывод сегодня будет странным. С одной стороны, лично я в полном восторге от свифта. Разве что предпочёл бы 1,6-литровый мотор, с которым динамика становится ощутимо бодрее. Но, увы, в Россию его не поставляют. А с другой стороны, понимаю, что ценник на свифт для российского рынка, мягко говоря, великоват. Но не готовы россияне отвалить 700-900 тысяч за компактную городскую машинку, которая ещё и внутри достаточно аскетична. Тем более, что в данном ценовом диапазоне очень много альтернатив. Начиная от нафаршированных представителей B-класса, как тут же Peugeot 208 или Chevrolet Aveo, до неплохо укомплектованных представителей C-класса, таких как Ford Focus, Opel Astra, Citroёn C4 и Skoda Octavia. В общем, очень неоднозначный автомобильчик, предназначенный в первую очередь тем, кто не может быть в первую очередь.